Ну что ж, ребятки, я вас всех приветствую, вышло мини-обновление, наконец-то добавили продолжение квеста и добавили цен на призы. И сегодня все это я вам покажу в этом ролике, поэтому от вас хочу видеть максимальную активность, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Но в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод, выйти промокод полканов на любом сервачке до пятого уровня, за ним получите денежку, вся информация есть в описании под видео. Но я вам, ребятки, могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Итак, ребятки, давайте начнем с того, что добавили новое улучшение для семьи. Мы прописываем команду fmenu, заходим в ваучеры, обеих ваучеров, улучшения, и здесь появилось новое улучшение для семьи, называется оно альянс. В чем заключается данное улучшение? Вы можете заключить альянс, то есть договор с другой семьей, обе семьи получат доступ к общему чату и вызов помощи асос. То есть вы можете, допустим, купить это улучшение и заключить союз, получается, с одной из семей. И вы сможете пользоваться, у вас будет общий чат, получается, и вы сможете кидать помощь, как бы, как fsos, только асос, это для всей семьи, которой у вас заключен альянс, и для вашей семьи, которая у вас есть. То есть мы это улучшение покупаем, потому что, ну, у нас, как бы, есть ваучеры, у нас их довольно-таки много, осталось еще 8000, то есть мы всегда покупаем все улучшения, поэтому 1400 ваучеров, в принципе, почему бы и нет. Также изменения произошли в спортзале. Изменилась система покупки абонементов. Если раньше абонемент приобретался на одно занятие на тренажерах, то теперь абонемент действует на всю игровую сессию. Также перерыв между занятиями был сокращен с одного часа до двух минут. Но, ребятки, не все так просто. Персонаж будет ежедневно терять силу и вносовость по следующему принципу. Без VIP-статуса 3% в день, с VIP-статусом 2% в день и с Black VIP-статусом 1% в день. То есть вот, получается, мы покупаем анимент, стоит он 18000, и также здесь еще добавили бои. Теперь вы можете вызывать другого игрока на бой, то есть здесь вы можете прочитать информацию. Комиссия бизнеса 10% общей ставки боя. То есть, принять участие, вы можете выбрать количество раундов, ставка, стиль боя, урон с одного удара, здоровье игрока. То есть, ну, здесь можно, в принципе, все настроить. Ставка до 200 тысяч, в принципе, я считаю, это гуманно, то есть 200 тысяч это нормально. Потом, стиль боя вы можете выбрать, какой вы хотите. Видите, там, 20 урона с одного удара, такое разве бывает? Можно даже 175 хп поставить, то есть можно 1 хп поставить, 10 хп, 25, 50. Ну, короче, здесь полностью все можно настроить. Ну, необычная темка, я не знаю, кто будет этим, в принципе, пользоваться, но, возможно, кто-то и будет пользоваться. Итак, ребятки, насчет улучшения аксессуаров. Теперь можно улучшить аксессуары, которые берутся в руки. К таким аксессуарам относятся кейсы, корзины с яйцами, сумки и прочее. Улучшение таких аксессуаров увеличивает лимит общего количества содержимого в винтаре некоторых предметов. То есть, ну, допустим, вы можете, там, знаете, сумочку улучшить, которая там падает с призов. То есть, видите, вот у меня аксессуар улучшен на 30 слотов. Там кейс биткоин, черный кейс, золотой, серебряный, всякие сумочки там и так далее. То есть, теперь вам можно разгуляться, как бы, и не только рюкзаки улучшать. Допустим, вот у меня рюкзак максимально улучшен на 30 слотов. И вы также сами можете кейс улучшить тоже на 30 слотов. То есть, это реально прикольно. Ну что ж, ребятки, теперь давайте перейдем, получается, к ивенту. С ивентом произвели тоже изменения. Во-первых, добавили цены на призы. Как я, в принципе, говорил, пневма стоит 150 тысяч конфет. Ну, я говорил, там, 150-200 тысяч конфет будет стоить пневма. С тромоскопа, я говорил, 150 тысяч конфет будет стоить. Они стоят 120 тысяч. То есть, в принципе, как бы, плюс-минус я был близко к тому, что я говорил. То есть, аудиосистема 80 тысяч конфет. Гидравлика 53 тысячи конфет. Глаз 47 тысяч. Кватра, там, Додж, Привидение, Джон Вик. Роус-Рой, кстати, меня порадовал. Как бы 37 тысяч конфет. Я считаю, это очень даже хорошо за Роус-Ройс. То есть, это реально недорого. 65 тысяч анимация со звуком. То есть, это, как бы, прилично. Очень даже прилично. Получается, анимация с сайта 15 тысяч конфет. Это, в принципе, мало. Вот такой вот скин девушки 25 тысяч конфет. Рюкзак 30 тысяч конфет. Феррари 35 тысяч конфет. Лексус 22 тысячи 500 конфет. То есть, в принципе, цены реально адекватные. Я считаю, то есть, меня, как бы, ничего здесь прям сильно не смутило. То есть, тромоскопы, в принципе, стоят тоже адекватных денег. Они вам обойдутся где-то... Я думаю, если вы будете скупать конфеты, где-то они вам обойдутся... Где-то в 150 миллионов, я думаю. Плюс-минус. То есть, это реально адекватная цена. По поводу, получается, пневмы. Если скупать конфеты, то где-то, я думаю... Ну, плюс-минус, там, 200 миллионов. Вам обойдется пневма. То есть, это новый вид тюнинга. Поэтому вы должны это, в принципе, понимать. Ну, глазик, как бы, тоже нормальная тема. Рюкзак тоже нормальная тема. Кстати, вы видите, вы можете рюкзак забрать и тоже, в принципе, улучшить. Скин Джон Вик тоже прикольная тема. То есть... Ну, как бы, цены реально адекватные. То есть, Хонда NSX, 50 тысяч конфет. Ну, я бы ее не брал, потому что она, честно, не очень такая хорошенькая. Кватра тоже охрененная машина. Ну, как бы, 57 тысяч конфет. То есть, это где-то 60 миллионов. Она вам обойдется. Ну, не знаю, стоит она того или нет. Ну, короче, там уже сами разбирайтесь. По поводу квестов, получается. Посмотрите, список квестов. Думали 5 новых квестов. То есть, это мы будем проходить на стриме. То есть, квесты там довольно-таки сложные, как я слышал. То есть, там, ловушка для ведьмы. Древний портал. Уничтожение пауков. Морские призраки. Маскарад теней. То есть, за это дают, там, тоже конфеты. Вроде бы, 750 опыта. Мы на стримах вот эти квесты будем, как бы, проходить. Поэтому, можете приходить. Будете вместе со мной это все наблюдать. Ну, и так, вроде бы, больше ничего такого, в принципе, не добавили. То есть, я вкачал всего лишь 26 пас. Кому было интересно, я, как бы, особо его не качал. Потому что я понимал, если я даже куплю пас, я, как бы, полностью его не прокачаю. Поэтому я особо и не старался.